Здравствуйте, дамы и господа. Я очень рада, что сегодня согласилась быть в нашей зеленой гостиной народной артисткой России, Нина Николаевна Терентьева. Здравствуйте, Нина Николаевна. Здравствуйте. У Нины Николаевны в этом году большой юбилей, и мы тоже отмечали это в Большом театре, посвятив ей спектакль. И действительно, как-то большие цифры, которые с вами никак не вяжутся. Ну, начиналось все в том... Ну, 90-е это еще мало. Ну, начиналось все в городе Куса, правильно? Да. Вы там родились. Да. И мне вот интересно, как в этом городе Куса человеку талантливому и с голосом можно было найти себя? Во-первых, как можно было этот голос в себе услышать? Ну, я прямо скажу, я родилась в очень бедной семье, в рабочей. У меня родители рабочие, простые. У нас было четверо детей, девочки все. Я начала петь раньше, чем говорить. Ну, вот когда Боженька уже дал, так вот и дал. И все. У меня других не было никаких мыслей, что я буду другим делом заниматься. Я с детства говорила, я буду певицей. Я пела, не переставая. Вот качала сестру в зыбке. И пела сестра моя, говорит, просто как глухарь на таку. Вот я помню, как я ждала, когда все уйдут из дома, чтобы петь. Я садилась напротив печки русской у нас была. Свой дом был. Там акустика была какая-то. И я, значит, пела, пела, пела. Когда открывалась дверь, мама заходила. Я сказала, как вот меня облили водой. Ну, в общем, поэтому даже в самой глухой деревне, если Боженька дает дар Божий, то он уже не дает покоя человеку. Он заставляет его трудиться и добиваться чего-то. То есть человек без этого жить не может. А у вас дома была какая-нибудь радиоточка, где вы когда-нибудь как-нибудь услышали? Такая круглая. Может быть, исполнение оперы или каких-то песен, которые вас особенно тронули. Ой, я слушала много, все слушала. Соловья Алябьева, помню, пела. Соленкова, Алла Соленкова. Это было потрясающе. Помните, какие она там пела? Потом я слушала Левко, Валентину. Она пела замечательно. Романсы, песни. Виктория Иванова мне очень нравилась. Купите фиалки. Она пела на итальянском языке. Чудесно она пела. У нас было такое радио, такое круглое, источник всей культуры. Мы садились у этого радио всей семьей и ждали, когда будет театр микрофона. Помните такую придачу? И это было... Мы сидели, впитывали это все. Это было так интересно. Потом детские вот эти все сказки всегда передавали по радио. Потом у нас была была лайка, я на ней играла. Вы ее сами освоили? Да, сама освоила, да. И поэтому потом я с четвертого класса уже была во всех самодеятельностях. Пела не переставая. Короче говоря, это моя жизнь была уже тогда. Прямо с самого начала. Интересно, что такое. Но там вот в школе тоже был музыкальный класс какой-то. Или уроки музыки, или музыкальная школа была. Урок пения был всегда, вот чего сейчас очень не хватает. Урок пения. И был хор. У нас школа вообще была, шестая школа в Кусе. Это такая культурный центр. У нас проходили вечера. Лермонтовские, Пушкинские. Ставились драмы там. Все приходили в нашу школу. У нас была картинная галерея. Вырезки все из журналов развешивались. И старшеклассница приводила младших. Указ, как я помню, рассказывала про картины. Это тот, это тот, и тот написал. Понимаете, и вот эта вот культурная жизнь. И вообще в нашем городе было очень много культурной жизни. Были и спортивные соревнования. Что сейчас? Ничего нет. Есть какая-то там во дворце, но вот нет. Так это обидно. Ну, молодежь что делает? Пьет и рожает 18 лет. Внести такое. И вы потом решили поехать учиться профессионально, да? И решили с дома уехать. В 17 лет я закончила школу. И такая завуч у нас была в Каменских. Серафима Ивановна. Она меня любила. Она считала, что мне надо учиться. Я опоздала поступать в Челябинске. В Челябинское училище. Я говорю, вот ты куда? Ты едешь куда? Я говорю, да вот опоздала уже. Она говорит, нет, ты не должна терять год. У меня есть моя знакомая в Магнитогорском музыкальном училище. Я напишу записку, и ты поедешь туда. И я собрала чемоданчик какой-то и поехала. Помню, выхожу из поезда, понятия не имею, куда мне идти. Идут люди, и я за ними. Потом спросила все-таки, как доехать до туда. В общем, приехала до этого дома ее. Приехала. Она меня повела в училище. Педагогу по вокалу Маргарита Григорьевна Павлова была. И она встретила там Васильев такой был. Там же хоровая капелла в Магнитогорском училище была. Знаменитая в Магнитогорском хоровая капелла. И вот главный дирижер шел по коридору. Она говорит, ну как, комиссию надо же собрать. А я уже опоздала везде. И говорит, зайдемте, послушаем девочку. Я спела «Волгореченька» и «Желание Шопена». А мы в школе ставили сцену Лизы и Полины. Да, я пела Полину. Я тогда удивляюсь. Такой трудный романс. Потом я поняла, когда я стала профессионалом, что это очень трудный романс. А тогда я пела, даже не задумывалась, что это трудно. Вот я просто хочу сказать, что вот какая культурная жизнь была в нашем городке и в школе. И вот они меня прослушали, там слух проверили, ритм. Написала сочинение и меня приняли. Но я помню, счастье было невозможное. Я ехала домой, ну просто на крыльях. Как потом я на крыльях летела, когда меня взяли в Большой театр. Тоже счастье. Перед этим еще была Ленинградская консерватория. А почему вы решили на Ленинградскую консерваторию? А потому что педагог Павлова, она закончила Петербургскую консерваторию. Она очень много мне дала. Вот она была фанатичкой, вот то, что требуется от педагогов и фокалистов. Мы занимались каждый божий день. Что чрезвычайно важно для певца, для обучения пению. Ведь в Рассвет Бельканту они занимались два раза в день. Там педагог набирал студентов бесплатно. Потом, значит, три месяца или даже месяц испытательный срок. Потом он их выстраивал и говорил, так, ты, ты, ты останься, остальные займитесь другой профессией. Потому что далеко не главное иметь голос. Для пения нужно еще очень много иметь от боженьки. Вот или есть, или нет. Вот хоть ты тресни. Вот у меня студенты есть, вот некоторые, вот хоть ты, вот, не знаю. Ну, у вас феноменальный голос, это понятно. Но когда, вот, или вообще была ли у вас необходимость с вашим голосом самой как-то вот работать? Или вы просто такой инструмент, который сам льется? Сколько слез пролито, ой. Когда она начала меня учить в училище, опора на дыхание, резонаторы. Ну, представляете, я пела себе и пела, понятия ни о чем не было. А у меня просто, конечно, природная постановка была, да? Вот когда человек просто правильно поет, не зажимается. Вот она все говорила, вот Нинка, столько пела в самодеятельности, и не зажалось. А природная постановка, она уже работает правильно. И, ну, вот это вот все нужно было освоить. Я, это все очень трудно понять. Нужно в себе построить инструмент. Все вот ощущения мышечной работы, это такая тонкость, это такое, это очень трудно. Начально, на начальное обучение. Когда уже попали к Пшанской, это уже у вас было, да? Вы к ней уже пришли? Ну, я пришла, середину она ставила прекрасно, дыхание, резонаторы, все. А верхние ноты, она мне показывала свое ощущение. Через заднюю стенку. А я раз, и петух. Раз, и три петуха. Я пришла, у меня две с половиной октавы. Заканчиваю училище, у меня на фаде второй октавы. Три петуха. Я страдала невозможно, просто куда, где их взять, куда они подевались. И вот приехала в Питерскую консерваторию, спела, конечно, пустила петушка. Мне прибежали, ой, у девочки такой голос, вы больны? Я говорю, да, я больна. Да, я больна. Ну, тогда, говорит, хорошо, мы вас возьмем на подготовительный, второй подготовительный. Можете ехать домой, мы воспринимаем на второй подготовительный. Я уехала. Такая у меня тревога была в душе. Отдохнула, каникулы, собрала свой деревянный чемоданчик, приехала в Питер. Прихожу, тогда еще Ленинград, прихожу в отдел кадров, мне общежитие надо. И говорю, вот я такая-то, мне направьте, дайте направление в общежитие. Она ищет меня, говорит, а вас тут нету, вы не приняты. Я чуть в обморок не упала. У меня сразу мысль, так, денег нету обратно ехать, не знаю, что делать. Вот здесь переночую, вот здесь лавочки есть у консерватории, переночую, дальше не знаю, что делать. Она видит, что мое состояние, вот девочка там в отделе кадров сидит, и говорит, да вы не волнуйтесь, завтра выйдет на работу заведующий и декан. Вы к ним подойдите и спросите, а вы где остановились? Я говорю, нигде. Она говорит, поехали со мной у меня переночуете. Вот такие люди попадают. Да, и я с ней поехала, там чемодан оставила, приехала, захожу в кабинет, говорю, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте. Я говорю, вот я Терентьева, вы сказали, что я принята, а я не принята. Оказалось, и заревела. Тут уж я не могла остановиться, они мне водички дали. Говорят, а что такое, почему ее не взяли-то? Такой голос у девочки хороший. Да вот, говорит, прислали национальный кадр, якутку. Так как у нее было четыре, меня по специальности, говорит, ее зачеркнули и якутку эту поставили. Вот видите, как мы... Сколько случайностей не существовали? Да нет, но не случайностей. Тогда же все над скадром было, над скадром. Русские же все время были где-то это. Потом. Потом ее после первого семестра уволили. А что там решилось-то с вами тогда? Ну вот, он сказал, что у нас через день будет прослушивание, дополнительный набор. Вот надо было меня вычеркнуть, чтобы осенью делать дополнительный набор. Хорошо, что я приехала. Говорит, а где вы остановились? Я говорю, мне нужно общежитие. Ну, пойдемте к замдиректору, я попрошу вам общежитие, чтобы дали. Я сижу, сидите здесь, я сижу в приемной, он там разговаривает. И там ор раздается. Этот замдиректора кричит. Я ей послал письмо. Она нахалка, приехала. Я ей написала, чтобы она не приезжала, и она не принята. Она приехала, она специально приехала. Не дам общежитие. И тогда она говорит, мы ее примем, дай общежитие. Они там ругали. Потом выходит красный. Вот направление, поезжайте в общежитие. Короче говоря, я спела там еще одну песню, и все, меня приняли. И потом на третьем курсе уже вы спели дебют в Кировском театре. Как это получилось? Да, и я на середине третьего курса... Ну, я пришла первый раз на урок к своему педагогу Жемшанской Ольге Феликсовне, которая 40 лет пропела в Мариинском театре, была мастер своего дела. Я читала, что ее мать была в Большом театре. Вот я к маме и поступила. Это не Галин Шанс. Я знаю, что вы поступили к Ольге Феликсовне, но я прочитала, что мать Ольги Феликсовны была певицей тоже. И даже пела в Большом театре. Ну, я даже... А с Ольгой Феликсовной многие годы пела, конечно. Да, я даже в это и не вникала тогда. Я знала про своего педагога. Она очень опытная, она такие давала советы, такие вот оперные именно. Верхи вернулись? Вот я пришла первый раз на урок и, думаю, боюсь, сейчас она узнает, что у меня нет... Что-то куда-то девались верхние ноты, она меня выгонит. Там что-то пропищало. Она говорит, что ты врастаешь на верхней ноте-то? Стой, стой. И закончился урок, пошли в коридоре, я как сейчас помню. И я говорю, Ольга Феликсовна, а вот как верхние ноты надо петь? Да очень просто. Здесь держишь, а здесь вперед. Я думаю, так вперед, а не назад. И пошло? И все, я побежала, стала сочинять вокализы себе сходом наверх. Она даже не узнала, что у меня не была проблема. Когда вы к ней потом пришли, уже все было. Она даже не узнала, потому что я сначала не тоненькая, потом я все поняла, я все поняла. Вот я своим говорю, вот мне сказали один раз, я вам целый год тро-то-то-то-то-то-то долблю, долблю, долблю. Вы опять приходите? Потому что я как одержимой занималась. Так вы одержимой были, мне кажется, с детства же такой дар и такое желание. Так фанатики только побеждают в нашем, во всем искусстве, во всем. И в каждом деле. Только побеждают те, которые вкладывают в свой труд все. Еще хорошо, когда есть среда такая, когда все-таки в школе есть уроки пения, когда есть какая-то культурная жизнь, когда можно как-то себя проявить. Или когда тебя могут заметить. Вот я все хочу к этому вернуться. Как вас все-таки... Просто сейчас много обсуждается, система кастинга, кого выбирают, кого куда приглашают, как это происходит. А вот как, будучи на третьем курсе, чтобы тебя заметили и позвали в постановку? Я пела в студии Ольгу, а в Мариинском театре все состарелись, и Ольги не было. И они позвонили в консерваторию и сказали, у вас там есть какая-нибудь хорошая девочка Ольга? И они меня сразу предложили. Я пошла и спела им... Это не Тимирканов дирижировал, да? Его тогда не было. Симеонов был тогда. Это великий дирижер был, замечательный. И спела я первый спектакль, я болела там, я часто болела в Питере. Неудачно. Но у меня еще была назначена Полина. Тогда я выздоровела и спела Полину, дирижировала Симеонов. И он сказал, нет, эта девочка должна быть в театре. И все. Я была принята, и там перепела все, 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 все. Перепела, пела, пела. Все давали, что давали, то и пела. Но Мариинский театр, он достаточно трудный по какому-то атмосфере. Да? Не знаю. Да, да. И я ничего не просила, я только пела. Ну так как третий курс студентка, потом закончила. Живу в общежитии, естественно. Однажды мне заведующий труппой, а я уже начала петь и царскую невесту, и Марину Мнишек мне дали, и там начала уже первые партии петь. И вдруг мне назначают флору в травиате. Я говорю, нет, флору я петь не буду. Мне нужно идти вперед. Вы мне амнерис назначаете, а не флору. Это шаг назад. Я не хочу. Я уже спела много всяких вот этих вот. Я должна расти, а не назад. А не молодая там. Я говорю, это сопроновая партия, во-первых. У вас много вот всяких старушек. Там флора, она была всякая могла быть, молодая, старая всякая. Нет, ты будешь делать то, что я тебе скажу. Я говорю, нет, я не буду делать то, что вы мне скажете. И началось. То есть меня начали везде склонять, что я такая наглая и так далее. А я пела, ничего не просила. Вызвали на цехком. Значит, там один у нас был ведущий режиссер, открывая-закрывая занавес. Он у нас славился тем, что он когда поест, то он стоит и так ковыряет при всех зубах. И там вот так делает. Вот он сидит и говорит, да, образование еще не дает культуры. Ну, я говорю, ну не вам о культуре говорить. И вот так вот они... Ну, была... Он пригласил специально Богачеву, чтобы... Вот она медсопрана сейчас. Выговор, он говорит, выговор ей. Выговор. Она сидит и говорит, вот мы сейчас с ней дружим, и вообще мы хорошо друг к другу относились. Я и до сих пор говорю, вот вы... Ирина Петровна была. Да, Ирина Петровна, вы меня выручали. И не один раз. Она говорит, ну зачем же выговор? Сделать можно просто замечание. Но она права. И все, он сразу... Она была Примадонна, вообще не знаю какая, в театре. Интересно, мне вот люди говорили, что у вас очень твердый характер. И что вы всегда говорите то, что думаете. Ну, без характера я бы ничего не добилась, потому что у меня никогда не было помощников. Мой помощник, крыши. У меня всегда была моя крыша, это мой уровень моей профессии, моего мастерства, если так можно сказать. Потому что я всего добивалась только тем, что я имею. А как получилось, что вы получили приглашение из Большого театра? А я уже там пела. Они же тогда же в Большом театре ездили по театрам, слушали, знали, кто молодой, перспективный. И они всем разослали по всему Советскому Союзу приглашение певцам, которые молодые, но перспективные. Вот мне тоже прислали. Такая была система, да? Да, да. Я приехала 13 мая, помню. И, кстати, мне... Ведь Олег Басилашвили, он зять Ольги Феликсовны Мшанской. И они мне дали... Она написала письмо, я пошла остановиться у мамы Олега Басилашвили. Она меня приняла хорошо, там еще подкармливала. А я помню спела «Тихий дон», я Ксению пела, вечером спела «Тихий дон», с чемоданчиком уже пришла, с сумочкой и сразу в поезд. А здесь Тимирканов ставил «Мертвые души». Я думаю, только бы не встретить Тимирканова, потому что на Запад-то дороги не будет. И я, главное, иду, и он вот так вот из-за угла. Здравствуйте, а вы что тут делаете? Ну, я говорю, я приехала петь конкурс. Ну, желаю успеха, он в лице переменился, злое лицо стало. Думаю, ну что, все, придется поступать в Большой театр. Хочешь, не хочешь. А вы до этого в Большом театре бывали? Нет. Вы тогда пришли первый раз? Да, да. И я спела на третьем туре одну арию Иоанны Чайковского, Орлеанское дело, с оркестром уже. Эрмлер был за пультом. И все, меня взяли сразу. Это на ведущий репертуар, ибо я была приглашена. А вот вы сказали про Муринский театр, что там трудно было петь, что была трудная атмосфера. Не то, что трудно петь, там... Самоздание? Нет, какая-то вот... Тебя не ценят. А как было здесь? Вы все-таки пришли в коллектив, где было огромное количество просто выдающихся певцев. Ну, у меня Тимирканов, он меня оставлял там, он говорил, не уезжайте, вы здесь будете все петь. Там Образцово, Архипово, Синявское. Вы когда будете петь? Я говорю, ничего. Я буду петь с ними в очередь. Так и было. Ну, все же тогда хотели очень большой театр. Это была мечта каждого певца в большом театре петь. И, вы знаете, я здесь отдыхала. Здесь так было хорошо. Все как-то улыбались. Мы уважали старших. Нас уважали. Был Симонов, главный дирижер. Он очень любил хороших певцов. Он очень хорошо разбирается в вокале. Он показывал и говорил просто замечательные вещи. Он был действительно профессионал, именно дирижер оперного театра. Я хотела спросить, с кем из дирижеров, с которыми вы работали? Вам было интереснее всего именно над партиями работать, над оперными партиями? Ну, вот с Симоновым, с Лазаревым, конечно. А Ливайн работал с вами, когда вы были вместе делали? Ливайн? Да. В Метрополитен? В Метрополитен. Ну, только на один урок он пришел. То есть он так подробно не занимался? Нет, подробно не занимался. Я с ним пела один спектакль тоже. Он так продирижировал одну сцену, куда-то торопился, видит, что пою и уж, правда, улыбался, ему, наверное, и понравилось. Ну, еще, ну, я с Мути тоже пела. Ой, какой он хороший дирижер. Какие у него руки. Вот Светланов и Мути. Ну, Симонов тоже замечательные руки. И у Лазарева тоже. Ну, вот это редко бывает. Я пела много и с Доминго, как с дирижером. У него, он очень хороший дирижер тоже. С ним удобно петь. Он все показывает. Он понимает. Вот когда вы говорите замечательные руки, это значит, что удобно петь, что все видишь, все чувствуешь? Или что-то рождается в эту секунду? Вот дирижер хороший, он тебе вкладывает просто в рот. Вот вступление твое. Потом руки делают музыку хорошего дирижера. Музыку творят. Вот когда это хороший дирижер, только руками он должен творить музыку. Мы голосом, а он руками. И, конечно же, посылом каким-то духовным. И вот Светлана Шилова сказала, что когда она пришла сюда работать, вы ей очень помогли, поддержали ее, подсказали. И не так это, мне кажется, часто бывает на сцене. А когда вы сюда пришли, молодой певица, и к вам старшие товарищи, как относились? С ревностью или наоборот старались помочь войти? Ну, я всех любила. Я никого не знала, что... А потом мне сказали, что кто-то ходил к директору, на меня капал. Зависть, конечно, была. Я этого ничего не чувствовала. Потому что я пришла на ведущий репертуар, меня любили дирижеры, потому что я всегда очень проточно пела. А с режиссером у вас был какой-нибудь интересный контакт? Потому что я знаю, что вы как бы из-за Ферелли работали, но это был концерт, по-моему, да? Или не только концерт? Нет, это была постановка. А, это была постановка же на открытие Токио в театре, да? Да, на открытие театра в Токио это была постановка, полтора месяца мы с ним работали. Вот это ты, он же выбирал по всему миру сам певцов, потому что там было открытие, и он был как и режиссер, и сценограф, и художник по костюмам. Это открытие нового театра в Токио, да? Это открытие нового театра в Токио. Он сам выбирал по всему миру певцов, и я была, конечно, рада, что он меня тоже выбрал. Он меня и раньше приглашал в Рим. Он вас где слышал? А? Он вас где видел, слышал? Я не знаю, но ему сказали, что вот лучший Амнерис сейчас в мире это Терентьева. И они мне начали звонить. А я была с дочкой в Мюнхене, помню. Нет, в Берлине я была с дочкой. И вот, нет, я уже дочку не видела два месяца. Они мне звонят, вот сейчас надо ехать в Рим на открытие тоже театра. Я отказалась. Ну, да. Потому что я так любила дочку, и я два месяца не видела. Хотела, соскучилась. И еще два месяца. Ну, да. Я говорю, нет, я не могу. Я говорю, ну, что вы ко мне звонили? Ну, что вы привязались-то ко мне? Ну, он сколько Амнерис помил. Она говорит, да нет, вы, говорят, лучшая. Я говорю, да? Ну, не могу. А как с ним было работать? Что-то новое открыло? Ну, прелесть, замечательно. Он никогда не давит. Есть же режиссеры, шаг вперед, шаг назад, расстрел. А он вот так вот. Ну, вы сами знаете. Я даже импровизировала. Вот это вот оставьте. Вот это вот хорошо ты сделала сейчас, оставь это. И поэтому он не давил. Они вместе творили. Вот мы вместе творили с ним. Понимаете? Он очень доверяет артистам, которые действительно уже не студенты. Которые очень опытные, которые пропели этот спектакль уже много раз. Правда, вот Хосе Кура, он первый раз пел. И очень хорошо пел. И играл. А потом что-то он стал вот не очень хорошо петь, как ни странно. А тогда вот он... Это первый раз прямо, да? И он пел в раз. Радамеса пел. Очень хорошо пел, да. И у меня есть запись, я вам покажу. С удовольствием. А вам пришлось все партии переучивать на языках? Конечно. Вы же, наверное, нас пели на русском языке до этого, да, в Большом театре? Ну, конечно. Я скажу вам вкратце, как я попала вообще на Запад. Потому что здесь госконцерт был. Тут кто-то ездил, а кто-то... Ну, вот мне Кочерга рассказала, что он, когда уже уехал на Запад, узнал, сколько приглашений приходило. И как ему никто никогда их не показывал. Он даже не знал. В госконцерте была своя какая-то мафия. И туда пробиться было очень трудно. Нужно было, чтобы сверху позвонили. А у меня, как всегда, сверху никого. И вот, значит, Большой театр устроил тогда прослушивание. Пригласил Большой театр много импресарио со всех стран. И все прослушиваться у них должны были. И вот съехали со всего Союза. И в битхоинском зале прослушивали они. И я должна была вечером, вот когда Боженька хочет, вот как я поступила в консерваторию, вот я уехала, а письмо от замдельника пришло завтра. Я сегодня уехала, оно... На следующий день. Понимаете, вот когда Боженька хочет, он все тебе устроит так, что... А если бы я получила это письмо, я бы не поехала. Да, и вообще не знаю. Но он бы плакал, неизвестно что. Да, и поехала бы в Магнитоушевскую капеллу, там меня туда направили. И, значит, вот прослушивание. А я должна была вечером ехать на концерт куда-то с ансамблем по огородам. И я поменялась на утро. Я прихожу, а мне говорят, а здесь Руди Рап приехал. На... Послушать там одну певицу, на Аперетту. Его попросил какой-то директор Аперетты на Аперетту ее прослушать. А он тогда уже работал со всеми нашими звездами? Да, это был самый известный агент, импресарио вообще в Европе. Он был очень мощный. И я говорю, да... Ну, говорит, это вот Чехова, знаете, объявляла тогда Чехова, Анна Чехова. Она говорит, я говорю, но он после перерыва уйдет, так мне заявляет. Я говорю, а я после перерыва первое пою. Я говорю, а можно я вот перед Олей спою, чтобы он после нее ушел? Нет, нельзя. Я говорю, а почему нельзя? Вот мы с ней разругались. Я не знала, что вы такая. Я говорю, а я не знала, что вы такая. Вам что, трудно? Вам что, что-то отрежут от вас? Отрежут от вас, если я... А потом ему говорю, да что я с вами разговариваю? Я буду с ним разговаривать. Настал перерыв. Я захожу. О, он здесь сидит. Подхожу, говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Ну... На каком языке? Гутен так. Иосоно Нина Терентьева. Он знает итальянский. Я говорю, я хотела... Ну, там переводчица с ним рядом сидела. Я говорю, я вот сейчас буду петь после перерыва. Я Нина Терентьева. Я хотела бы, чтобы вы меня послушали. Он говорит, о, я о вас слышал. Потому что вот наши певцы говорили ему обо мне. Но они же не берут, пока сами не услышат. И я говорю, вот сейчас будет... После перерыва я буду первой петь. Вы не могли бы остаться? И меня послушать. Он говорит, с удовольствием. Я вышла, спела, значит, силы потайные. Гадание Марфы и Эболи. О, Дон Фатали. Ого-го, какие арии. Он выскочил после... Я ушла, он выскочил за мной, подбежал, расцеловал меня и говорит, что вы делаете в октябре? Я говорю, пою в Большом театре, ничего не делаю. Вы не могли бы спеть шесть спектаклей в Венской опере в октябре? Трубадур. Я говорю, конечно. И вот так началась моя зарубежная карьера. Это какой год был? Это, наверное, 89-й, так вот, 88-й. А, это уже СССР заканчивался. А может, 87-й даже, наверное. Да, еще не началась. В преддверии все-таки. Да. И вот я поехала, помню, переучивать надо было на итальянский язык. Но я, конечно, волновалась жутко. Выучила, естественно, все, но волновалась очень. И все, в общем, вот с этого мы с ними начали работать. И по всему. Потом он ушел на пенсию, я к другому перешла. И так вот продолжалась моя зарубежная карьера. Возьмительная сцена. Ну, думаю, за два года мне он это сказал. Я думаю, ну, за два года-то как-нибудь выучу абракадабру эту. Я же французский не знаю. Ну, вот мы, вот я потом пела уже и Далию на французском. Понимаете, в начале, и потом год проходит, я вспоминаю, мне же ехать Дон Карлос на французском петь. А-а-а-а! Кошмар! И начала учить. Вашли педагога такого-то, нет? По языку? Ну, да, я... Нет, педагога нет. Мне подписали по-русски. Люди, которые знали французский. Я вот так вот учила. А ваши родители видели вас на сцене? Мама видела. Приезжала сюда? Она же со мной прожила здесь 15 лет, да. Когда у меня дочка родилась, мне помогать нужно было. А папа нет. У нас вообще папа был очень культурным человеком. Он простой рабочий. Но у нас в семье было такое. Мы очень много читали. У нас книги, вот папа брал вот такие стопки книг. И мы вот слушали. Вот у нас папа был очень культурный. Он никогда не пил, не матерился, не курил. При нем на заводе мужики боялись, стеснялись материться. Да. Потому что он очень хорошо пел. А у мамы был, я на маму похожа, у мамы был сильный голос. Но со слухом неважно. А у папы был небольшой голос, но очень красивого тембра. Все-таки приятно, что мама вас видела, видела вашу славу, видела вас на сцене. Да, она видела. Пришла и говорит, ой, Нинка, какая у тебя тяжелая работа-то. Понимаете, простая женщина. Она поняла все. Какая у тебя тяжелая работа-то. А когда я ездила, я без конца ездила, чемодан иногда не закрывала, просто приехала, открывала. Он стоял, потом я это меняла, потом другое клала. И Насте, вот доченьку было жалко, и плакали мы с ней расставаясь. Потом я и стала с собой брать. Думаю, что я раньше-то не брала. А вот вы про Бога часто говорите. Я знаю, что вы человек и религиозный, и убежденный в этом смысле. А в советской действительности это было не так легко? Или у вас это было с детства в семье? Нет. Ну, в детстве у меня мама всегда Пасху. Вот это все. У нас был праздник. А у нас церковь-то была закрыта, а потом ее только открыли. Но однажды, вы знаете, вот, боженька, это что-то потрясающее. Мне было лет десять или даже девять, и была Пасха. И я вдруг вечером, я почувствовала, что я ужасно хочу в церковь. Вот просто умираю. Я собралась, говорю, мам, я в церковь пойду, вот эту ночную службу. Я помню, как я бежала туда. Я, по-моему, летела над землей. Вот меня так туда тянуло вообще. Вот когда боженька призывает, невозможно сопротивляться. Вообще-то вы были еще пионеркой в чем-то. Я была маленькая, да. Я помню, пришла туда, там служба, я, конечно, ничего не понимаю. Народу полно, тесно, жарко. Стою, служба идет, слушаю, крестный ход прошел. Я прошлась, опять зашла, стою. После Христос воскресе начинают меня толкать, яички мне все суют. А я там одна, по-моему, ребенок-то была. И у меня начались яички тесовать все. Я их набрала в карманы. Чувствую, часа в два уже ночи, все, я уже, наверное, не могу больше. Выбралась и пошла домой. Я помню, иду, разобью, а камень яичка и ем. Вот это когда Господь призывает. Потом это все. И когда на вас никто не давил, никто не мешал вам? Я имею в виду в Советском Союзе? Ну, в Советском Союзе я уже пришла по-настоящему к Богу уже через много лет, когда моя сестра стала монахиней. Она сначала не была монахиней, а стала на клиросе. И она приехала и говорит, и стало нам книжки, молитвы. И вот мы, я начала для себя открывать, знакомиться с Богом. Я брала с собой вот такие стопки книжек «Житие святых». Там все вот потрясающе интересные книги о Боге, о Божьей Матери. Я всегда говорю людям, которые не верят или сомневаются в чем-то. Я говорю, а вы знакомы близко с Богом? Вы что-нибудь прочитали о нем? Нет. Ну, нельзя же полюбить того, чего ты плохо знаешь. Это раньше традиция была в семье. Ходили в церковь, водили детей вот с таких лет. А в Советском Союзе ничего этого не было. Поэтому нужно самому сейчас, самим людям до всего доходить и открывать для себя Бога. И я чем больше познавала его, тем я больше его любила. А когда молитва уже есть, когда есть причастие, когда Бог дает благодать, которую невозможно описать. Вот это состояние, когда тебя посещает Святой Дух. Это состояние возможно описать. Это благодать. А в театре такое состояние вы не испытывали, когда вы пели на сцене? Конечно. Я испытывала всегда огромную радость на сцене. Потому что я всегда музицировала на сцене. Потому что просто так вот работать, это неинтересно. Это никому не нужно, это никого не трогает. На сцене певец должен быть музыкантом. Вот все-таки есть певцы, которые иногда с постановок уходят, потому что они чем-то недовольны, концепции и так далее. А вот я не знаю, где этот лимит, что ты с одной стороны часть, ты же часть, ты же не один, и есть какая-то концепция, ты должен ее воплощать. А с другой стороны, ты вроде бы сам и тоже можешь что-то решать. Вот где эти границы? Ну, все зависит от режиссера, конечно. Я с режиссерами всегда ругалась. Потому что есть такие маразматики, есть такие дураки, и их очень много. Они же думают, что они вот... Сейчас режиссеры, они же не ставят ни музыку, ни либретто, они не от этого. Они себя ставят, понимаете? Они себя демонстрируют. А они иногда ходят и вообще не знают текста. У меня такое было в Коунгарден и в Мадриде. Он вообще трубадур... А, трубадур-то там, да. Там текст не преслой. Запутанное действие. Да, там преслой. А он же его сын, она же... Все говорят, что? Вы что? Сам запутался. Ой, да, да, да. И вот он ходит с клавиром и текст читает. А здесь вы с Покровским поработали в большинстве? Да, Покровский, великий режиссер, он был иногда грубоват, но я это всегда... Как металл. Нужно человека брать... Ну, он умнейший, образованнейший. Он заставлял певцов быть актерами. Он терпеть не мог, вот просто... Он начал... Ты что, как дурак? Ты что, как дубина стоишь? И тут люди теряются, а я думаю, правда, дубина. Ну, ну... И вот он заставлял вникать, короче говоря, становиться актерами. Ну, актер тоже, если или есть, или нет. С ним было чрезвычайно интересно работать. Он просто энциклопедия. Он говорил какие-то вещи, которые нужно было просто познавать и впитывать в себя, потому что это очень интересно. Также Равенский был, вот он ставил у нас Снегурочку. Тоже потрясающе интересный человек. Он умнейший. Он такие вещи говорил, которые... Вот, открыв рот, нужно было слушать. Поэтому вот с такими режиссерами одно удовольствие работать. А когда из Онегина делают Ленского, вы знаете кого. В общем, это преступление против... Сейчас преступление, сплошное преступление против оперы. Потому что оперу уничтожили режиссеры. Вот я так говорю, просто открыто и возмущенно до глубины... Но все равно ведь странно, что в XIX веке, например, столько было потрясающей музыки, но в XX веке хватало. А сейчас как-то, ну, ты не знаю, новых оперных, оперных, больших партитур. То есть, может быть, я не знала. Нету. Ну, вот я не знала, что они где-то есть. Вот это как-то стимулирует непонятно как. А вы знаете, ведь сейчас мир идет в большую-большую яму. И, видимо, ведь все великие люди, заметьте, они были все глубоко верующими людьми. Когда человек покидает Бога, Бог его тоже оставляет. А как можно творить чего-то? А да никак. Вот появляются вот такие вот творцы. Вот сейчас вообще культура на очень низком уровне. Вся. Везде. И здесь, и там. Ну, а какие-то вы видите пути выхождения из этого? В государственной политике, например. Конечно. В государственной политике очень мало обращают внимание на культуру. Культуру. Вот послания президентов, там все. Но про культуру ни слова. А вот начинать-то надо со школы. Вот эти уроки пения, хор обязательно. По телевизору. Вот эти. Раньше же из колонного зала были вот эти вот для детей передачи. Они об опере говорили, о музыке, обо всем. И, ну, каков уровень такой и такая культура. Вы все-таки последние годы ушли в преподавание, да? Вы как-то решили попробовать поделиться своими знаниями. А что делать-то? Петь я закончила. А вот, кстати, вы закончили петь. Вы решили для себя? Вы сами поставили себе? Вот однажды, да, я, во-первых, мне здесь был главный дирижер Ветерников, когда он не любил, он терпеть не мог людей, которые вообще познали весь мир, как говорится, и пели с великими, и чего-то, чего-то значат. И он терпеть не мог это. Он любил, когда тут немножко пониже. И поэтому у нас с ним был конфликт. Ну, я, конечно, зря это сказала однажды, что зачем вы делаете из Большого театра театр лилипутов? Он весь покраснел, при всех, главное, я сказала. И все, я больше, он меня гнобить стал, и все. Ну, я не стала настаивать ни на чем, потому что, ну, думаю, ну, значит, Бог так решил, мне хватит. И вот мне дали однажды, 60 лет мне было, по-моему, царскую невесту, спеть Любашу. Я спела и сказала, все, больше я петь не буду. Да и вообще я могу только петь графиню «Виковой даме», потому что все, что я пела, я только первой партии, все. Вот лучше я петь уже так, как я пела, я не могу, потому что спортсмен не может прыгать в высоту до 60 лет. Вот так же ему. И, а хуже я не хочу. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях была Анина Николаевна Терентьева. Человек, как мне кажется, очень целостный. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.